Каждый год, в 3 воскресенье августа, те, за чьими плечами стальные крылья, собираются на аэродроме 83-го инженерного полка. За штурвалом или штурманским планшетом они всегда максимально сосредоточены, но в свой праздник дают волю чувствам. Волнуются и братья по оружию. Командующий 2-й, 4-й и 5-й танковыми армиями СССР Станислав Румянцев не понаслышке знает, сила армии только в единстве. Всех с праздником. Хороший день авиации. И для Бобруська это как подарок, как счастье. Я вам скажу, когда авиация есть, тогда армия непобедима. Во время официальной части поздравления и подарки, а после долгие разговоры о совместной службе и гарнизонной жизни. Многие скучают и открыто признаются, если придется в небо хоть сегодня, без промедления. Ведь еще 15 лет назад отсюда взмывали воздух железные птицы, аэродром считался одним из лучших в Советском Союзе. К слову, на нем до сих пор проводятся учения республиканского масштаба, а прилегающий микрорайон именуется авиагородком. Жители города празднуют праздник, день военно-воздушных сил Республики Беларусь, который традиционно в нашем городе, который считается городом авиаторов, здесь еще с Великой Отечественной войны всегда на этом аэродроме базировалась авиация. Выставка военной техники, выступления кинологов, картинг, конные прогулки, выступления творческих коллективов и, конечно же, полеты. День авиации – праздник для всех. Здесь каждый желающий смог найти развлечение по вкусу. Очень хорошо, мы первый раз у вас, вам очень понравилось. Мы пришли как бы не так давно, мы вот видели выступление лошадей. Ой, замечательно. Отличное настроение, да. Вот собираемся полетать, да? Правда, боимся, но будем. К вечеру эстафету праздника подхватили местные и приглашенные рок-группы. Юго-запад, земля королевы мод, солнечная сторона. Музыканты устроили настоящий фест длиною в несколько часов. Пока еще не поздно, давайте вечно ждать. Становится так сложно, не позовет меня. Завершился праздник около 10 вечера. В следующем году организаторы обещают еще более красочное шоу. На аэродроме будут не только ветераны, но и молодое поколение небесных асов, которые продолжают благородное дело героев. Защищают небо. Максим Кемби, Владимир Гребенеевич, Бобруйск, 360.